друзья приветствую всех новом канале сегодня хочу сделать ритуал чистка порчи глаз глаз глазные болезни и все что связано со зрением с глазами очень часто у вас закрывается ухудшается зрение пелена на глазах там есть у меня отдельно снят ритуал пелена на глазах он вам понравился резкость зрения у вас улучшалась после моих ритуалов даже других не по теме глаз смотрите все мои ритуалы потому что вы все разные поэтому действуют мои ритуалы по-разному я же тоже разная каждый день энергетика разная я провожу свои ритуалы в энергоинформационном потоке я работаю с энергиями высшая сила вам дает помощь через меня но каждый день мы разные энергия которая присутствует у меня в ритуалах и вам помогает эта энергия которую я беру из пространства благодаря моей психической энергии то есть я училась много лет высшие силы меня учили воспитывали на ошибках тоже своих и разные были у меня сложности трудности но у меня такой путь высшие силы сделали из меня мастера у меня меня уполномочили вам помогать я практик я работаю более 20 лет во всех моих ритуалах работает энергия созидательная жизненная сила исцеляющая благоприятная энергия я работаю с верхним миром сейчас я буду чистить порчу глаз вы просто смотрите как обычно всегда есть кто-то новенький кто обо мне моих ритуалах ничего не знает поэтому смотрите другие мои ритуалы сейчас я буду сжигать порчу глаз глазные болезни глазные болезни связаны с головой очень часто и с другими органами и потому что мы единое целое каждый организм каждый человек это единое целое энергетический организм энергия каждый человек это энергия все что внутри и все снаружи и все вокруг это все энергия поэтому все мои ритуалы основаны на энергиях я работаю с вашей головой с вашими глазами сейчас сжигаем порчу глаз потому что очень часто вам делают порчу магическим методом чтобы вы ничего не видели ничего не слышали и вы много лет живете в неведении люди уже все знают а вы ничего не знаете вы не хотите знать и вы ничего не видите все что делается вокруг или вам лгут а вы этого не видите вам закрывают глаза магическим путем мороки а морочки блокируют голову блокируют зрение все остальное это следствие очень часто глазные болезни передаются по роду кармическое наказание и кармические отработки такие болезни как глаукома это кармические болезни они передаются по наследству и какие то еще другие я не могу знать все болезни я сейчас работаю с глазами с глазами они У кого-то как будто бы такая вот черный обруч вокруг головы, как будто бы вы завязаны. Вы даже можете чувствовать давление на голову со всех сторон, и на виски, и лоб, как будто бы кто-то давит, и как будто бы что-то тяжелое на вас, или вокруг головы, или не имеет лицо у кого-то. Да, глаза слезятся, я смотрю, очень часто воспалительные глазные какие-то болезни у вас очень часто гноятся, слезятся, пекут глаза, пекут веки. Инфекционные, конечно, тоже там у вас есть заболевания. Ну и очень часто зрение связано с сосудами головного мозга в голове. Как будто бы кто-то пыли глаза пускает, то есть неправду говорит, врут вам в глаза, а вы этого не видите, не чувствуете эту ложь, верите. А кто-то чувствует, как будто бы песок в глазах, как будто бы песком глаза засыпали, да, вот такое вот бывает выражение, есть такое. Спасибо. 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 А кто-то морщит лоб постоянно, зрение плохое, и вот вы вот так прищуриваетесь, прищурите глаза, прищуриваетесь, да. Круги перед глазами, кто-то видит внутренним зрением, как будто бы волны, круги перед глазами. А у кого-то глаза такие, крупные глаза, как на выкате или, я знаю, как это называется, болезнь. Спасибо. 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 я работаю я здесь все нормально молчу работаем не волнуйтесь ощущение в глазах в лице можете могут вас меняться у кого-то повышенное глазное давление у кого-то ожог слизистый глаз но это как бы лекарственный ожог лекарственной у кого-то зрение связано со щитовидкой или болезнь глаз связана со щитовидкой нарушение в щитовидке это у кого-то если у вас этого нет не принимайте близко это не слушайте это значит это нужно услышать кому-то а Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Я сейчас поработаю еще так, добавлю вам... Циркуляция плохая у кого-то... Циркуляция крови плохая... В голове, в сосудах... Поэтому и зрение нарушается... Отеки под глазами... Опухшие, отечные под глазами... Новейшие... Продолжение следует... 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 сейчас уже резкость лучше да то есть зрение лучше обостряется у улучшается зрение даже сейчас уже у вас чистка уже прошло произошла просто я уже хочу вам просто добавить немножко усилий циркуляцию энергии в голове и в глазах поэтому улучшается зрение пелена уходит у кого-то зрение улучшится четкость улучшится было размыто как будто бы все плыло зрение вот вы смотрите все плывет а сейчас будет лучше резкость появится и 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 Ухудшилось зрение после того, как мы все носили на лице маски синтетические, практически все синтетические маски, ткань синтетика, поэтому ухудшалось зрение, дыхание. Дыхание нос связано со зрением тоже в носу, очень много жизненно важных, жизненно активных точек, поэтому очень у многих после ношения масок даже женщины, ну у мусульманок закрывается лицо, я не знаю, просто сейчас вижу, женщины носят на лице ткань, это тоже ухудшает зрение. Не ко всем это относится, но даже когда носят маску на лице от коронавируса, вообще вот эту маску, да, мы носили все, ухудшалось самочувствие, даже ухудшалось у многих после маски. Добавлю сейчас вам еще. Так, ну я смотрю, чистка проработала хорошо. Так, приток крови, глаза очистились, я смотрю приток крови, движение энергии в голове, в лице, глаза. Все, у кого проблемы с глазами, пожалуйста, смотрите, у меня есть ритуалы омоложения, лицо, подтяжка лица, там тоже идут энергии, в ритуале работают. Это вам нужно, пожалуйста, смотрите, потому что лицо, глаза же у нас на лице, правильно, это голова, глаза, все связано, все взаимосвязано. И лицо, потому что в ритуале на омоложение работает энергия, конечно, и это влияет на глаза, и на кровообращение, лимфа движется, ну процессов очень много в моих ритуалах энергетических, поэтому это все вам идет на исцеление, на оздоровление, на улучшение самочувствия. И зрение в том числе, даже циркуляция крови, лоб, воспалительные процессы, лобные пазухи есть, да, когда воспален лоб, простудили, или воспалительные процессы в пазухах лобных, это тоже влияет на зрение, все влияет. И уши влияют на зрение, и простужен лицевой нерв, тройничный нерв есть у меня ритуал, пожалуйста, это все лицо, все смотрите, у кого есть проблемы с глазами, смотрите все мои эти ритуалы, все, что связано с головой и те ритуалы, которые я назвала. И чистка ментала, у меня есть ритуал замечательный, в начале канала, он внизу, если вы прокрутите, прекрасный, чистка ментала и черный квадрат, очень суперные ритуалы, одни из первых, но они очень-очень классные, смотрите. Так, сейчас все нормально, я смотрю по энергиям, я ощущаю и смотрю, голова легкая, головные боли прошли. И даже у кого-то нос начал дышать, насморк пробило, да, ушки начали легче, в ушах боль прошла или наполовину ушла, зрение улучшилось, резкость улучшилась. У кого-то дергается века, ну это пройдет, через время это пройдет. Кожа головы, как будто бы волосяные луковицы болят, вот кожа головы у кого-то болит. У кого-то мысли, тяжелые мысли внутри, это влияет в голове, у вас мысли дома, это влияет на ваше самочувствие, головные боли и зрение, в том числе зрение. А кто-то смотрит наклон головы, вы сидите, в компьютер смотрите или смотрите, что-то пишете или что-то считаете. У вас идет залом в шее, то есть наклон головы, голова постоянно вниз и от этого страдает голова, головные боли и заломы в шее и страдают глаза. Обратите, пожалуйста, на это внимание, у вас проблемы с шеей. Массажировать аккуратно, не вправлять аккуратно, когда вы вправляете шею. Это не значит, что ее нужно вправлять, нет, ее нужно мягко массажировать руками, даже в домашних условиях, чтобы там шла циркуляция крови. Потому что, когда идут, не каждый может вправить шею, во-первых, не каждый массажист. А во-вторых, еще неизвестно, что вам там вправят и насколько этого хватит. Очень часто шею вправили, а через пару часов она раз опять выпрыгнула, выскочила, сдвинулась. Поэтому я рекомендую упражнения. Йога очень хорошо помогает для шеи. Крутить шеи резко нельзя, ни вправо, ни наклоны, ни влево. Ни резкие движения шеи делать нельзя, только мягко. Это тоже влияет на зрение, друзья. Так, я завершаю сегодня свой ритуал. Ритуал уже отработал. Это я уже вам просто что-то рассказываю. Но я всегда рассказываю по делу. Я благодарю вас всех за все. Пишите мне в WhatsApp, Viber, Telegram. Номер телефона у меня один и тот же. Жду вас на моем канале. Вместе мы сила, вы помните, да? До встречи, друзья!